Всем привет! Как я поняла, вам больше нравится, когда я сказываю чем-то своем личном, делюсь какой-то такой информацией и своим каким-то опытом. И поэтому сегодня будет тема и психологическая, и такое self-made, как себе помочь. Давайте, короче говоря, приступим, немножко расскажу о себе. Мне бывают такие вопросы, иногда задаются, как тебе удается не обижаться на людей, потому что ты блогер, тебе очень часто пишут всякую фигню в комментариях, что-то неприятное. Иногда, почему иногда, мне кажется, вообще в основном, многие люди приходят в интернет, именно на YouTube, смотрят какие-то видео, даже если их раздражает человек, их раздражает темы видео, они продолжают смотреть, то есть определенная такая нотка садизма идет, да? Человеку приходит пощекотать себе нервы, в чем-то себя подраконить, на эмоции вывести, и, соответственно, после этих эмоций скинуть негатив какой-то, да? Поэтому они ругаются, либо какой-то срач устраиваются в комментариях к другим людям, либо самому блогеру какие-то претензии, да? У меня вообще, знаете, под комментариями очень часто два чисто, как сказать, поля таких, да, можно вывести. Одно — это позитивные люди, которые поддерживаются, страдают, дают советы, помогают, и это по-доброму пишут. И другое, другая часть, она, слава богу, меньше, но все равно есть такой, скажем так, отряд людей, заходящих, которые очень в негативе, которые пережили что-то подобное, какие-то проблемы у них с отношениями турецкими мужчинами, очень много таких кинутых женщин, которых надежды не оправдались, они злые, ожесточенные какие-то, они стараются, наоборот, подколоть, подтрунивать над теми, кто какие-то истории свои рассказывает, злорадствуют и все прочее. То есть это по комментариям не сразу видно. И очень часто такие люди, которые негативно пытаются вылить свою агрессию, обиды свои, и пытаются меня как-то задеть, да? И как я на это не обижаюсь, или почему я не обижаюсь, как мне удается не обижаться? Поначалу, когда я только открыла блог и вообще ничего не знала, меня, конечно, что-то задевало, я реально все воспринимала, может, на какой-то личный счет. Но шло время, и я видела, что людей таких много, а я одна, и нравиться я всем не смогу, и обижаться на каждого – это очень глупо. И тогда больше блогерства просто стало, да? И, как бы правильно выразиться, и по примерам других блогеров, по каким-то советам я поняла, что обижаться на это явно не стоит. А потом, естественно, с каким-то временем, более, если брать психологию, для меня пришло осознание, то есть я сама в себе покопалась, изменила себя и поняла, что, проще говоря, да, такой народными словами-поговоркой, что-то на дураков обижаться. Люди, которые пытаются тебя задеть, тем более, не знающие в каком-то интернет-пространстве и всем прочем, у них есть проблемы. Это люди делают не от большого счастья в своей жизни. Они пытаются таким образом избавиться от какого-то негатива, чего-то плохого. Они пытаются облегчить, скажем так, свою жизнь. Ну так, проще, да, использовать тебя как, там, не знаю, подушку для битья. Но не то, чтобы я их должна понимать, принимать такими, какими, если бы по психологии было бы это правильно, но нет. Я просто этого не касаюсь, и таких людей, я на них не обижаюсь, потому что я понимаю, почему просто причины, почему делают они так, да? Меня это не задевает, потому что я знаю, что причина явно не во мне. Даже если мне пишут, что у меня там что-то на лице страшное, кривое, косое или еще какое-то. Меня, самое главное, да, почему меня это не задевает, потому что я понимаю, что я себя люблю, мне нравится, там, мой нос, мои глаза, губы, рот, да, блин, все что угодно. Меня это устраивает. А если тебя это не устраивает, твоего мнения, никто там видео не спрашивал, видео было не об этом, ну, то иди лесом вообще, на тебя никто не будет реагировать. Эти люди ждут реакции. Поэтому, если ты реагируешь, значит, тебя задевает, значит, человек это сказал правду, и тебе может быть в душе где-то там что-то на своем лице, там, обычно женщина просто такое, чаще всего, да, пишет блогера. Там, не знаю, нос, глаза, уши и все такое прочее, то тебе, если ты это задевает, значит, тебе это самому в душе не нравится. И это тебе, как человеку, повод задуматься, почему тебя задевают какие-то претензии других людей. Вообще, по жизни, если так брать, да, что такое обида? Обида, если вы, например, обидчивый человек, таких людей, кстати, вокруг очень много, да, или есть такие друзья у вас, например, или подруга, которой ты, в сути, ничего не сказал, но этот человек найдет повод, чтобы обидеться, раздуть из мухи слона, сделать огромную проблему, и ты, по сути, ничего плохого не сказал, но твои слова этот человек всегда сделает обиды. А вы чувствовали вот это ощущение, общаясь с таким человеком, что он вами манипулирует, он управляет через чувство обид? Вы это замечали, да? Я на тебя обиделся, я с тобой не разговариваю, я на тебя обиделся, я тебе не звоню, или я на тебя обиделся, я там, я с тобой куда-то не пойду, я прерываю какие-либо социальные контакты с тобой. Это прямая манипуляция. На тебя навешивают чувство вины, и под давлением этого чувства вины, и ты вроде бы ничего не сделал, но чувствуешь себя неприятно, виноватым, должным, потому что на меня человек обиделся, я ему плохо сделал, да? И вот это чувство вины тебя гонит, с ним мириться, извиняться за что-то, да? Мы вступаем вот в этот процесс, такого психического, психологического взаимодействия, и человек, который на тебя обиделся, вот этот обиженка, он от процесса кайфует, когда ты пришел к нему извиняться, может быть, конфликта как такового вообще не было, и извиняться тебе сильно не пришлось. Но как энергетический вампир от этого кайфует, от того, что ты пришел, что ты склонил голову, что ты извинился, даже не чувствуя за собой какой-то ошибки. Очень часто такие поведения, вот эти мотивы просматриваются в отношениях мужчин и женщин. Женщины любят обидами манипулировать, но и мужчины такие тоже есть. Так вот, суть вот этого поведения обиженного человека по жизни, это застревание в роли ребенка в возрасте 3-4-5 лет примерно, это у всех по-разному бывает. А почему дети, вы у всех есть дети, кстати, поанализируйте, посмотрите, и вы поймете, как воспитать своих детей не обиженками по жизни, чтобы они так не манипулировали. Потому что обида – это прямая манипуляция обращения к себе внимания родительского и манипуляция родителями. То есть я хочу, чтобы было по-моему, поэтому я буду обижаться. И когда родители реагируют так, что они ни с ребенком не разговаривают, не выясняют причину, проблемы, почему ты надулся, диалог идет, а тут же ребенку дают, что он хотел, дают, что его каприз выполняют, что он добивается, то есть он получает то, вот эта обида работает. Он обиделся, родители дали. Как правило, родители не идут на диалог, не узнают, не общаются, не выясняют, не учат ребенка, что так вести себя некрасиво или неправильно. Всегда ты не будешь получать свои обиды, это не манипуляция для меня, да, родители, не вступая в диалог, это родители занятые, на работе, или которые детей своих не любят, не общаются с ними. То есть родителям на ребенка нет времени, либо внимания, либо ребенку, родителям на ребенка пофиг. И ему проще дать, что он хочет, чтобы он не кричал, не вопил, не орал, там, опушел обижаться, потому что что? Обида-чувство вины. Родители чувствуют вину свою, я что-то не то сделал, я не так там поста посмотрел, не то дал, или еще что-то. И тогда ему проще это дать, игрушку купить, или еще что-то, там, в момент вот этой манипуляции. И вот этот механизм работает. И так как ребенок, больше всего на свете родители любят, это его вся вселенная, он учится, перекладывает потом эту роль, такое поведение других людей по жизни уже, когда он взрослый. То есть если я обижусь, я буду манипулировать человеком и получу то, что я хочу. Или я обижусь, у человека там автоматически будет чувство вины за мою, что-то он мне плохое сделал. Он придет и даст мне свое внимание, он будет извиняться, там, страдать и все прочее. Это очень нехорошие навыки, скажем так, на будущее научение. И я так, как я себя с такими людьми по жизни веду, я с такими людьми не общаюсь. Точнее, я вижу их поведение, передо мной это сразу ребенок, а не взрослый человек. Я с ним, как с партнером, не веду какие-то дела, не общаюсь, не вступаю в такой диалог равноценный. Потому что если такая обиженка, которая, это у девочек очень часто бывает, которая на все обижается, я просто понимаю, что обида равно, это манипуляция. То есть ко мне претензий вообще никаких нет. Я ничего плохого не делаю, я это знаю. Человек пытается просто во мне что-то найти, чтобы так перевернуть ситуацию, что он типа обиделся. И в жизни у меня таких друзей нет. У нас с такими жизнь расходится. Я могу общаться как с товарищем каким-то, знакомым, там, не знаю, кофе попить или еще что-то. Но когда начинается вот эта тема обид каких-то с пустого места или еще как-то, я просто перестаю диалог вести. Я не реагирую на человека, я не разбираюсь в этой проблеме, я не иду на провокацию. Я просто перестаю с ним общаться, разговаривать. И если это близкий какой-то человек, я никогда ничего тоже объяснять не буду. Если вступаете просто в диалог, что-то рассказываете, типа из добрых побуждений объясняете человеку, во благо не пойдет, у него цель другая, на вас обидеться, чтобы вот этот весь процесс запустить эмоционально. Я могу сказать, если там какой-то знакомый, близкий, сказать, типа, так, со мной это не поканает. Я на твои, типа, обиды не ведусь, то есть я могу объяснить, почему-то я так делаю. То есть ты себя ведешь, например, неправильно. Когда успокоишься, тогда поговорим. Но не вступаю в диалог, там, что-то не раскладываю по ситуации, не объясняю. Вот так я поступаю с людьми, которые любят обижаться. Потому что всегда помните, это очень часто в работе бывает, когда люди попадают в такие отношения, взаимоотношения с начальством, либо с другими коллегами в работе, которые любят людей послабее, на которых родители, может быть, как-то заставляли присутствовать. Там, родительское авторитетное мнение, вот эта вся история с детства. Чувство вины им легко на таким людям навесить. И вот люди, которые любят обижаться, они таких себе находят, друзей, либо коллег, либо родственников. И они очень часто это практикуют в своей жизни, они на них навешивают чувство вины и на них обижаются. Такими людьми это проканывает. Для вас, как, скажем так, для своей защиты, я хочу сделать вывод, что не обижаться на людей, которые хотят вас задеть, просто быть в себе уверенным и понимать, что взгляд... Человек имеет право на свое мнение какое-то, да, но, скажем так, не всегда красиво свое мнение выражать, о котором тебя не спрашивали, к примеру. Но если человек даже его выражает, он там некрасиво это как-то делает, некультурно или еще что-то, тебе какие-то претензии предъявляют, хотя по факту там никто у тебя никак, его ни о чем не спрашивали. Как бы говорится, держи свое мнение при себе, да. Но в любом случае вы должны просто в себе быть уверены, что человек имеет право на свою точку зрения, и пусть она при нем остается. Если он ее говорит, вербально выражает, но уже даже направлено на вас, чтобы вас задеть, это не говорит о том, что вы должны прислушиваться, внимать или там как-то себя изменять под его мнение о вас. Да наплевать вообще. Сказал, окей, до свидания. Никак не реагируем, все. Просто человек вправе говорить то, что хочет, да, будь даже это, может, некрасиво будет, некультурно, но за вами последнее решение, реагировать на это, прислушиваться к этому или нет. У человека, у которого нормальная самооценка, который себя любит, он не дает себя, скажем так, задеть, подшатнуться, вы уверены в себе, все прочее сделать человеку. Просто я в себе уверен, не наплевать на твое мнение, оставив я его при себе, или там у меня красивый шикарный нос, или там глаза, уши, и все что угодно, или там тело, там, не знаю, у меня маленькая грудь, и я ей довольна. Все. И никакой проблемы тогда не будет. Но опять же, люди, которые любят обижаться, манипуляторы, они еще таких людей, которые будут на это реагировать. Если вы человек, которому часто, на которого обижаются разные люди, это вам повод задуматься, что вы к себе таких, скажем так, людей привлекаете, и вы очень в себе сомневаетесь. Если вам маленькое зерно заложить, сомнения, вы начнете себе копать, искать в себе проблемы. Это неправильно, надо себя любить. Если у вас есть вопросы по этой теме, или вы хотите предложить вопросы для каких-то психологических болталок, я с удовольствием приму, пишите в комментариях или в личных сообщениях. Под видео всегда указана моя почта, в которой вы можете писать предложения, ваши истории анонимные, или записываться на консультации. Спасибо за внимание. Всем пока.